Эй, иди с бокеей, заряжай пластинки! На площади перед МЦ «Фабрика» работает ярмарка. На ней предлагают купить национальные головные уборы, одежду и игрушки. Все это подготовили участники фестиваля «Алимет Диджитал Арт». Здесь у нас представлены работы творческих детей. У нас есть работы детей, которые ходят к нам на фабрику креативных процессов, именно по дисциплине дизайн. Соревновались в мастерстве также специалисты IT-технологий, цифрового графического дизайна, звукорежиссеры, создатели видеоконтента и анимации. Возраст участников от 14 до 25 лет. На флифчартах размещены работы направления графический дизайн. Они создавали дизайн, который будет украшать нас сабанту. Это и стикерпаки, и какие-то баннеры, и афиши. Также есть номинация анимация, видеопроизводство. Их мы будем демонстрировать в кафе ДК Горького на экране. Кроме того, что молодежь может себя показать и на других посмотреть, у нее есть возможность найти будущего заказчика. Одна из целей «Алимет Диджитал Арт» – создать городское сообщество креативных юношей и девушек, и молодых предпринимателей. Одна из них – Милана Хасанова. В номинации «Анимация» она стала лучшей. В будущем девушка планирует стать профессиональным аниматором. Разделила историю на самом деле на этапы, которые я должна обязательно показать. Потом нашла соответствующий звук, чтобы показать этот этап с самой интересной стороны. Потом я уже подбирала интересные кадры, сама рисовала все вручную. Милане 15 лет. Девушка увлеклась мультипликацией 8 лет назад. Ее проект, который обошел конкурентов, был нарисован по роману в стихах Александра Пушкина. Евгений Онегин, в принципе, это очень интересная история и, можно сказать, настоящая драма. По Евгению Онегину можно снимать очень много интересных сериалов, мультфильмов, фильмов. И, в принципе, хорошая история для того, чтобы заинтересовать нынешнее поколение в изучении литературы. Заявки подали 107 человек. Из них выбрали 24 победителя в 8 номинациях. Церемонию награждения провел руководитель районного исполкома Айдар Каюмов. Он вручил дипломы и сертификаты на денежные призы. В этом году фестиваль прошел в третий раз. Елена Баура, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.